По всей стране развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины для внутреннего распределения. Всего для проведения вакцинации задействовано 1229 медицинских организаций. 15 декабря в Электрогорск поступило 50 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Транспортировка осуществлялась по принципу холодной цепи, когда на каждом из четырех этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. Вакцина должна храниться и перевозиться при температуре минус 18 градусов, а свободная циркуляция воздуха обеспечивается даже при максимальной загрузке оборудования. Вакцину доставили в специальном авторефрижераторе. В этот же день желающие сдали кровь на наличие антител, заполнили все необходимые документы и отправились в процедурный кабинет. Это предварительное обследование перед вакцинированием, которое показывает, есть ли антитела у человека. Соответственно, если антитела есть, то человеку не следует вакцинироваться, потому что уже иммунитет работает и он защищает организм. Если антитела нет, тогда стоит вакцинироваться. Антитела образуются в большом количестве, иммунитет в стойке, но также, как и после болезни, приблизительно полгода. В первую очередь проходим осмотр у терапевта, получаем направление и отправляемся на сдачу крови в диагностический корпус. Это желательно делать натощак. Алкоголь накануне не принимаем. При себе иметь паспорт или полис ОМС. Процедуру взятия крови вам сделают в кабинете номер 105 с 9.30. Одна ампула вакцины включает в себя 5 доз, то есть на 5 человек. Один флакончик, в котором содержится 5 доз. Флакончик этот хранится в температуре минус 18 градусов и меньше. По результатам анализов срок ожидания 1-2 рабочих дня в первую очередь прививаться будут наиболее уязвимые группы – социальные работники, учителя, медики и те, кто находится в зоне риска. О готовности анализов вам сообщит волонтер горячей линии. Кстати, по всем интересующим вопросам о коронавирусе вы можете позвонить по телефону 8-999-878-4316. 23 декабря состоялась первая вакцинация желающих. Сегодня был первый день вакцинации от ковида. Пришло 5 человек, которые предварительно сдавали кровь на наличие либо отсутствие антител с методом ИФА. Затем они сегодня пришли с утра к терапевту. Терапевт их осмотрел, просмотрел, что у них нет хронических заболеваний, либо хронические заболевания, которые в стадии ленинги. И поставил пациентам допуск. Пациенты потом пришли в кабинет вакцина-профилактики, их прибили. Самочувствие у пациентов после вакцинации было хорошее. Голова ни у кого не кружилась, все было в порядке, аллергических реакций ни у кого нет. Второй этап вакцинации должен состояться через 21 день. Вакцинация добровольная и бесплатная. Продолжение следует...